Всем привет! Тема сегодняшнего эфира. В общем, кто меня не знает, меня зовут Оксана Ушакова. Сегодня у нас будет дубль номер два. Я выходила в прошлый раз в прямой эфир с витражной коллекцией. Но, в общем, что-то пошло не так и эфира нет. Добрый вечер, добрый вечер. На прошлом, вот, кстати, кто не был эфир, кто не видел, да, тот, конечно, много потерял, потому что мы делали витражную коллекцию от Миринейлс. Мы делали с техникой стемпинга. Я, кстати, показывала много фишек и много чего рассказывала. Да, у нас кое-что в эфире тут не получилось, но, в общем, мы потом справились. Но, к сожалению, эфира нету. И сегодня мы сделаем с вами дубль номер два, но сделаем с вами другие дизайны. Так что сегодня тоже будет эфир интересный, но не стемпинг. Стемпинг в следующий раз в какой-нибудь отдельный в прямой эфир я вам все покажу. Это второй эфир. Мы я уже делала. Сохраненный есть прямой эфир. Это выкраска витражной коллекции от Миринейлс. То есть, от первого до восьмого номера мы выкрашили в одном эфире, а сегодня у нас будут остальные номера, которые мы не успели в прямом эфире. К сожалению, некоторые цвета из этой коллекции Миринейлс будет убирать с продажи, но потому что здесь, по-моему, 6, 3, 4, 5, 5 цветов примерно очень похожих красных, и какие-то они будут убираться. Но сегодня в эфире мы как раз можем с вами посмотреть, какие же останутся, потому что попросила Миринейлс, какие лучше оставить. Ну вот сегодня с вами выкрасим и будем смотреть, какие лучше оставить в этой коллекции. Так, что мы будем делать? Я давным-давно тоже показывала вот такие вот дизайны с красным витражом, а вот сегодня мне захотелось немножко тут в наклейках поменять именно разноцветные такие дизайны, попробовать различные другие витражи. Прежде чем с вами, девочки, всем добрый вечер, всем привет! Делитесь эфирами, кому это будет полезно, легкие и быстрые дизайны с использованием платиновой кошкой, витражей и наклеек. Прежде чем мы начнем выкрашивать, мы подготовим с вами штампик. Я нашла, вернее, не нашла, я взяла самый старый обычный ненужный штамп. Я уже здесь делала, то есть нам нужно вот такую вот фигню. Вот, она должна разойтись, то есть я вам показала, можно в принципе, если кто знает, что кто-то, как это делать, я могу уже начать отпечатывать, но кто, к примеру, не знает, но я думаю, это все знают, то мы сейчас с вами сделаем и оставим, она немножечко растекется. Для этого нужен белый гель-лак. У меня также от Мери Нелс, они идут в баночках. Я немножечко смачиваю штамп без липкого слоя. Ой, ой, не патай, не патай. В общем, обычный штамп, который у меня не отпечатывает, да, но я его использую для различных таких вот техник. Мы с вами берем небольшое количество лака и просто украшиваем на нашу. Вот этого должно хватить даже на все наши типсы. Оставляем. Сейчас я кисточку промою. Эфир я сохраню. Я надеюсь, инстаграмм даст и эфир я сохраню, если даст. Если не даст, то, к сожалению, извините, но, наверное, тогда будем третий раз выходить. Уже повторно. И растыкиваем точечки. Ну, что-нибудь тут вот поделали-поделали и все. И мы убираем, он сейчас сам разойдется. Если, конечно, гель-лак очень сильно пигментированный, то будет расходиться подольше. Если более жидкий гель-лак, то вообще расходится моментально. А вот этот у меня очень плотно пигментированный. Из-за этого сделала сначала, чтобы его убрать. И пусть там как раз красивенько будут различные узорчики. У нас пять цветов. У нас получается с девятого по тринадцатый цвет. Мы сегодня будем делать. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, всем. Мы с вами выкрашиваем. Иногда она, кстати, ложится и плотно в один слой. Но иногда я делаю два слоя, чтобы для насыщенности. Но здесь больно такой насыщенности не надо, потому что мы перекроем витражиком. И берем с вами магнитик. Магнитик у меня такой старенький, уже весь потрепанный. Мы делаем, собираем. И я поднимаю вот это все наверх. То есть мне внизу нужен черный цвет, а наверху будет у нас с вами кошечка. Витражная коллекция от Мерри Нейлс. В прошлом эфире я рассказывала, а кто не смотрел, потому что его нету. Эфир удалился. Вот, витражную кошку, что я сказала, витражный гель-лак мы покрываем на безлипкий слой. То есть так работает материал. То есть мы, прежде чем ее покрыть, чтобы его не делали, вы должны обезжирить полностью покрытие. Если будет ложиться на липкий слой, то на нем появляются пузырики. Так что не пугайтесь, если вы перегрели, да, к примеру, забыли обезжирить, и у вас там как бы он немножечко так подымается. То есть нужно просто убрать липкий слой. Ну, вот такая структура лака. Я думаю, несложно обезжирить. Если у вас, я в прошлом эфире говорила, если у вас какой-то есть дизайн, но что-то вы нарисовали, да, к примеру, и это с липким слоем, и обезжирить вы, к примеру, не можете, но нужно перекрыть витражиком, то, значит, перекрываем тоненьким слоем жидкой базы, просушиваем, обезжириваем, и потом уже перекрываем, соответственно, витражиком. Так, прежде чем, конечно, сделать витраж, мы берем с вами вот эту вот штучку, которую белую мы тут с вами приготовили. И вот где, допустим, к примеру, темный цвет, я, конечно, к этим штампам не привыкла, потому что я не вижу, что я делаю, но у меня вот ненужный был только такой. И какие-нибудь такие вот кляксы. То есть делаем это сразу, параллельно. То есть вот этой штуки хватит на все места. Давно я еще показывала такой дизайн. Наверное, с год тому назад я его показывала тогда. Ну, не с год, наверное, чуть поменьше. Тогда прям он очень хорошо зашел. У меня он, кстати, был и в виде МК, и в прямом эфире я тогда показывала. И тогда очень много кому он понравился. Ну, думаю, надо повторить только с разноцветными. Я сейчас все сделаю, а потом отправим на просушку. Как раз вот у меня последний, который мы с вами делали, просох. А тут можно как-нибудь. Все, теперь мы просушиваем. Эти типсы у меня были обезжирены. И, соответственно, это. Делайте дизайн вообще очень быстро. У нас еще не совсем лето, да, как говорится. Но у меня уже вовсю, вы видели в профиле, одни бабочки, цветочки, одни летние дизайны. Но этот дизайн как раз, вот, мне кажется, на сейчас. Потому что еще и не лето, еще и не весна, но уже и не зима, да, как говорится. Белый для чего мы сделали здесь белый? Белый мы сделали, чтобы был такой яркий акцент в дизайне, чтобы видно было прям лучше витражек наш. Все, все наши эти мы сделали с вами. Хорошо просушиваем. Ну, а штанг мы просто обезжириваем. Он мне не нужен. Я могу с ним делать все, что хочу. Он у меня как подопытный кролик. На все, что... Короче, на все, что не надо. В общем, не в стемпинге работаю. Так, давайте у нас мы открыли с вами девятый. Это такая бирюзовый цвет, очень красивый. Мне в прошлый раз понравился вот этот вот десятый. Я его показывала. Я показывала с пластины имень. Вот такой дизайн. Мы еще делали реверс внутри там. То есть это окошка. Сверху вот этот вот витражек. И еще и стемпинг. Кстати, я сделаю мне вот этот вот. Такая штука очень-очень понравилась. И я хочу отдельно прям сделать видеомкам на этот дизайн. Кто посмотрит, тот поймет, что здесь и как. Ну, очень красивый этот цвет. Это у нас десяточка с вами. А с девяткой мы в прошлом эфире делали вот такой вот. Ну, то есть темпинг и здесь втирка. Так, дальше. Одиннадцатый. У нас очень красивый зеленый цвет. Тревенистый такой. Прям травка. Очень красивый. Сейчас я вам покажу. Мы делали тоже с реверса. То есть тоже пластиной именья, отпечаток. И, соответственно, раскрашивали зеленым цветом. Тоже, видите, он очень красивый. То есть мне вот этот зеленый больше всех нравится. Это вот одиннадцатый у нас. По поводу двенадцатого, тринадцатого. Они очень похожи. Сегодня мы попробуем сделать на белом. Они очень похожи. Но мы делали на кошки. И они были один в один. Вот как одинаковые на кошки. Но на белом у них есть разница. Но на камере здесь не видно. В общем, Миринелл с тринадцатой девочки остается. Двенадцатый снимается с продажи. То есть останется только этот. Ну, потому что они вообще практически схожи. Но разницу видно хорошо в этом. У меня бы крышечки только не перепутать, девочки. Только на белом. Но мы сегодня как раз с вами и попробуем. Так, у меня выключилась лампа. Вот. Двенадцатый. И тринадцатый мы вот делали тоже молекулы. С пластинами, по-моему, первой от Эмень. На матовом топе. А потом вот делали такие вот штучечки. Тоже смотрится прикольно. Ну, здесь просто отпечаток. Ну, вот видите, он одинаковый. На кошки одинаковые. Разница есть только на белом. Так. Давайте берем. Начинаем мы. Начинаем. Говорю хорошо про сушить. Там, в принципе, белый немножечко с остаточной липкостью. Но его там немного. По-хорошему нужно, если вот в дизайне перекрыть, я сейчас один перекрою, а другой нет. Перекрыть базой. Потому что все-таки он с липким. Ну, с такой, с остаточной липкостью. Но так как здесь не очень много, можно, в принципе, уже и сразу витражом. Один я остальные, как бы, ну, все перекрою. Что все-таки у нас витражик лег ровненько. А один не сделаем. Посмотрим просто, как поведет. Но витражи, сейчас вы, когда я буду делать выкруску, вы увидите. Так, вот этот вот не буду. Давайте подпишем, что ли, его как-нибудь. Это у нас пусть будет десятка. Вот так вот, чтобы не закутаться. Они очень плотный пигмент у них. Вот я таких витражиков еще не встречала. Именно гель-лаки. Сейчас тоже много есть витражных топов. Ну, вот здесь, как бы, гель-лак. И прям, мне очень нравится. А, кстати, очень здорово. Но я такой техникой не занимаюсь. Но вот ими очень красиво рисовать в акварельной технике, витражами. То есть, а вот как кто рисует акварель гель-красками. Вот можно не гель-красками, а витражиками. Очень ярко и красиво получается. Ну, вы сейчас все сами и увидите. Кому интересна выкраска, можете оставаться смотреть. Кому нет, кому нет. Вот. А так эфир потом сохраню. Если кому-то что-то нужно именно посмотреть по цветам, то можете посмотреть. Давайте вот этот у меня без базы. Мы и начнем. И делается он очень тоненьким-тоненьким слоем. Его сюда много и не нужно просто. Так, кисточку протру. Потому что, видите, он ложится ярко, плотно в один тон. Стоп. Красота. Сейчас мы прослушаем и там посмотрим. Это у нас с вами была десяточка. Ну, десяточка однозначно остается. Потому что очень красивый дизайн с кошками. И, соответственно, я его тоже уже знаю еще с чем. С каким дизайном его еще можно сделать. Но пока не расскажу. То есть, мне нужен был именно этот цвет. Он потому что похож на янтальный такой. Так, мы с вами начинаем потихоньку брать остальные. Давайте начнем с девятки. Так, липкий слой. Вот, самое главное, не забыть. В прямом эфире, когда разговариваешь, постоянно что-нибудь можешь забыть. Обезжириваемся. И все. И вы можете спокойно уже тоненьким слоем выкрашивать. Ничего не бояться. Ведет он себя так за счет пигмента. Так, что это у нас тут такое прилипло? Красивый такой голубой-бирюзовый оттеночек. И ложится без проплешин. Очень красивый цвет. То есть, видите, все ровненько и аккуратненько. Добрый вечер. Да, Наталья, я вас хотела спросить, а что у вас там ВКонтакте? Я, короче, заходила так вельком. Вы решили повторить трюк из этого? Из ТикТок или откуда там? Где там лежат ногти? Бух! И, короче, дын-дын-дын ногти вы сегодня снимали, да, там? Это не больно было? Вам не страшно было, что они могли все треснуть? Мне прям понравилось. Сегодня, по-моему, вы выставили. Сегодня такое видео было. Страшненько и даже страшненько за ногти. Так, это девятка у нас была. Мы сразу закрываем. Дальше у нас очень красивый цвет. Это одиннадцатый. Ага, ну вот-вот. Сейчас я протру перчатку. Я прям как увидела, у меня аж чуть плохо не стало. Я, если честно, боюсь. Я как вспомню, как бы с длинными ногтями, как я ударялась. Ужду там пол ногтя отрывалась. Думаю, сейчас вот, не дай бог, и оторвется. Так, одиннадцатый. Петражик от Мири Нейлс. Они подпилены под низом. Они подпилены под низом дочке. А, ну тогда ладно. А то я думала, как в этом, как в видеоролике. Ну тогда ладно. Ну, такой травянистый оттеночек. В общем, кто пропустил стемпинг, стемпинг будет следующий прямой эфир. Вот. Так что не пропустите. Там будет выкраска лаков для стемпинга от Имень. И покажу классную пластину от Имень. Ну, новенькую. Ну, вообще у меня все новенькие. У меня много новеньких, но мне эта пластина очень понравилась. Я сейчас покажу. И вот с ней будем делать выкраску лаков. Так, просушиваем. А сегодня у нас красивые оттенки. Витражные оттеночки. Мари, пока прикололись. Не, ну классно видеоролик. Надо, надо в тикток такой видеоролик. Так. Промываем кисть. Промываем. Я как на уроке, девчонки. Я вот сейчас понимаю, что я в последнее время веду прямой эфир. И как на уроках. У меня сейчас идет запись онлайн-курса «Китайская роспись». И вот целыми днями сижу, пишу уроки. И вот я прям поэтапно так сушим, вытираем, ставим. Потому что все, курс базовый для новичков. И там прям все-все досконально проговариваешь. Ну и так же и в эфире. Мне тоже нравятся эти пластины. Тоже покупала. Имень вообще здоровский. Ну, давайте про имень мы поговорим в следующем прямом эфире. Вот. А сегодня мы и разговариваем про красивые гель-лаки Мерри Нейлс. Потому что, смотрите, какая красота. Боже мой, какие красивые витражи. У меня просто это. Не знаю, с чего начать. За что браться. Какие дизайны делать. Витражный. Так, и не знаете, что еще? Мне нужно еще подписать. Я не подписала эти типсы. Этот у нас с вами получается 12-й. А то я потом забуду, какой цвет. Потому что они очень похожи. Так. Дальше у нас что с вами? Это у нас был с вами 12-й витражек. И у нас теперь 13-й. Кисточку я пробую, девочки. Я пробую. Так, 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 так. Где последний типс? И у нас 13-й. Можно, к примеру, вот как здесь, да, сделать паутинку, наклеечка и топ. Ой, простите, девочки. Можно такого плана. Но я сейчас хочу золотые наклейки. Я сейчас покажу. У меня выкраска начальных цветов шла с золотыми наклейками. И я как бы так же хочу продолжить с золотыми наклеечками. И все. И на полную просушку. Это получает 13-й. Добрый вечер, Верочка. Девочки, всем здравствуйте. То есть 12-й с продажи уйдет. Вот эти, я думаю, все три останутся. 9-й, 10-й, 11-й. Они прям очень нужны. То есть в коллекции они останутся. 12-й уйдет. Так, дальше. Пока у меня все просыхает. Второй. Не знаю пока. Третий точно. Потому что второй. Сейчас я достану этот. Этот. Немножечко похож. Третий точно. Пятый точно. И шестой точно. Посмотрите, какой шестой. Это вот в прошлом эфире я показывала. Прям вот алло-красный. Я вообще просто кайфанула от него, когда покрывала. Вот эти вот 100% останутся. А вот из остальных розоватых тут уже ино будут смотреть. Ну, в общем, она немножечко сократится. Но не критично. Потому что многие цвета очень похожи. Они, в принципе, даже ни к чему. Так, наклеечки. Вот у меня как там были наклеены. То есть, ну, возьму. У меня тут какие-то с Алиэкспресс лежали. Не нужно. Что они без дела лежат, да? Я их на ВМК нигде не могу использовать. Ну, вот. О выкрасках мы можем. То есть, делаем красивую выкраску. Так, сейчас мы досушиваем. Так, все. Давайте достаем. Вот видите, какие красивые цвета. Сейчас я вот этот хотела посмотреть. Девочки. Ну, нет, они разные. Этот зеленая травка, а этот зеленый больше бирюзу, а этот такой голубой. Ну, не знаю, девчонки. Ну, наверное, думаю, наверное, что эти оба 100% останутся. В общем, посмотрим. Так, дальше. Что у нас с вами? У нас с вами наклеечки. Витражи обезжиривать нельзя. Вы все прекрасно знаете. Вот, соответственно, чтобы приклеить... Здесь очень хорошо подойдут слайдеры. Прямо как раз на эту липкость будет очень хорошо слайдер. Или можно немножечко пройтись. Я возьму топом обычным. На то место, где я хочу поставить наклеечку, я просто немножечко сделаю топом. Чтобы полностью типс не перекрывать. Потому что на липкий слой у вас наклейка не прилипнет. Будет только хорошо слайдер. Но у меня наклейки. Вот. То есть я тоненьким слоем здесь я буду делать наклеечку. Я пройдусь топом и сейчас она спокойно сюда приклеится. Объем не создаст. Но зато мы ее поставим туда, куда нужно. Я сейчас буду по очереди. Почему? Потому что я сейчас наделаю пятнышков, а потом еще их и не увижу. Я еще и запутаюсь. Где у нас пятнышки? Так, вот здесь давайте пока один просыхает. Будем один сушим, один делаем. Мы ее вот здесь... Вот так вот сделаем. Просушиваем. Так, отлично. И берем наши наклейки. То есть если у вас где-то что-то вы не можете обезжирить, ну, к примеру, да, а нужно поставить наклейку. Но не хотите полностью перекрывать. Ну, что нам мешает маленький кусочек перекрыть топом. Все. И вот теперь уже можно, соответственно, топом. Кстати, давайте все-таки белые паутинки мы сейчас дадим. Если я ее найду, мы сейчас сделаем белую паутинку все-таки. Что-то еще хочется. Скучновато. Ай, она у меня вся потекла. Ну, ладно. Сейчас сделаем еще что-то беленькое. Она у меня перевернулась. Ну, ничего страшного. Что-то я в последнее время вообще забросила в дизайн с паутинкой. Почему не скажете мне, не знаю. Ну, а прежде чем начать паутинкой, я просто ищу палочку у себя. Вы помните. Паутинка у меня стояла, наверное, ну, месяца полтора точно. Я ей не пользовалась. Она белая, по ней не видно. Но в ней осил сто процентов пигмент. Кто не верит, покажу на цветной. На цветной все видно. То есть в паутинке есть пигмент, который потом оседает. И вот чтобы она у вас хорошо тянулась, да, и, соответственно, она была плотная, нужно обязательно перед использованием промешать. Так, мы сейчас здесь приклеим. А то я забуду, в каком месте я сделала топом. Где еще? И вот вы спокойно прижимаете вашу наклеечку. Вот, конечно, на липкость-то и можно приклеить, может, наклейку. Но вы вот так вот не сделайте, потому что будут видны вот ваши вот эти скольжения. По липкости, да, по гель-лаку какого-нибудь. Так, давайте делать паутинку. Я настроилась так. Почему у меня фокус пропадает? Вот так не пропадает. И как-нибудь, и вот тут вот что-нибудь, какие-нибудь кренделечки расправим. Ой, я вас трясу, да, девочки? Можно по-разному, да. Так, здесь у нас с вами она... Можно вот так вот. Ой, я ушла, да, девочки. Я могу. Можно какие-то прямые такие линии. Но мне прямые, если честно, не нравятся. Ну, уж начали, можно доделать. Можно что-нибудь еще. Дать быть еще. В общем, когда начинаешь делать, и, как говорится, понеслась душа в рай. Сейчас я точечку захочу сюда поставить. Так, дальше. Перекрываем, смотрим. Вот, я так не умею паутинку наматывать. Ну, хорошо, что у меня получилось. Это меня очень радует. Тоже через раз. Но получилось. Так, здесь мы где сделаем. Но сейчас еще так намотаем, что получится. Кстати, вот сейчас это опасно делать, потому что я не смогу обезжирить. Вот такого плана, когда наматывается, то есть сверху как бы ложится так вот хаотично, это надо, чтобы все сначала было базовым покрытием, ой, финишным покрытием, все было закреплено. А то вдруг не получится, вы, соответственно, уже не уберете. Нужно прям, чтобы наверняка. Ну, вот, не знаю, получится, получится, не получится, не получится уже. Вот. И давайте еще один. Вот сюда прям просится. Вот на это место. Нет, а что вот сюда? А мы сделаем сейчас и сюда, и сюда. Сушим. Так, ждем маленько, а то я забуду, что перед этим делаю. Так. Вот видите, быстро и прикольно. Быстрый и прикольный дизайн. Мы первые красные, да, девочки делаем? Первый красный делаем, по-моему, да. Так, берем дальше что-нибудь. Давайте какую-то тут. Расправляем. Ну, что, пробуем? Делаем ставки, получится, не получится, как говорится. Вот, Вер, ты бы не сказала бы мне, я бы даже об этом бы не подумала. А сейчас я об этом думаю, получится, не получится. Все получилось. Все получилось. Смотрите, как тоненько и прикольно. Вера, не сбивайте меня, пожалуйста. Так, и с вами, с вами у меня следующий вот этот вот, как раз 10-й, где чуть-чуть вот эта вот белая была липкая. Нет. Ну, то есть можно, можно было базы не перекрывать, потому что минимум, прям минимум вот этой липкости, то есть, а, витражек лег, лег, нормально. Девочки, а мы, по-моему, вы здесь и вот тут сделали, а то я уже забыла. Классно у вас дизайны. Вроде не сложно, но вот так клево. Ну, вот я люблю такие вот дизайны. Нет, вот я люблю и сложные, люблю и, блин, я все, по-моему, вот тут вот. Люблю и сложные, люблю и легкие. Вот сейчас в стемпинге и в китайке я люблю сложные, чтобы там прям много всего было. А вот в таких вот, что прям по-быстренькому. А вот с этой стороны. И вот здесь вот. Ну, конечно, без наклеек это бы так, конечно, эффектно бы не смотрелось. Да, тут за счет наклеек, за счет паутинки, за счет дополнительного декора мы завершаем наш с вами дизайн. Блин, блин. Вот, вот паутинка меня не любит. Блин, куда-нибудь всегда. Так, давайте. Дальше тоненько, аккуратненько наматываем. Что-то у меня тут красненькое попало. Вытягиваем. Что у меня красненькое сюда попало? Никто не видел, что у меня сюда? Вроде уже ничего такого я сюда... Нет, нет у меня сыпучестей розовых. А у меня что тут розовое? Так, берем, вытягиваем, крепимся и начинаем. Вот куда пойдет. В общем, вот куда хочет идти рука, а вы делаете все наоборот. И тогда получится. Прикольно. Слушай. Так, это я сейчас обучаюсь на одном обучении. Пока сказать не могу. И там тоже мы рисуем линии. И рисуем их так, в общем, куда хочет повести тебе рука, а ты должна сделать в другую сторону. То есть вот мозг думает про право, а я должна ее влево привести. Вот как вы поймете это? Я не знаю. Ну, я-то... Понимаете, я думаю, ага, я, наверное, сейчас справа хочу, а давай я ее влево поверну. Поворачиваю влево? Нет, а давай я ее сюда. Короче. Вот. И когда вот делаешь, не так, как мозг тебе велит, получается красиво. Вот так вот. Так, давайте последний. Мы с вами здесь куда-нибудь, куда-нибудь. Давайте вот в эту сторону. Вот сюда вот. Сушим. Так. Так, у нас там что-то уже просохло. Наверное, я буду доставать. А, точки. Девочки, давайте точки. Ну, мы же начали. Как же без точек? Надо, конечно... А я давайте белым гель-лаком сделаю. И сейчас, знаете, сейчас, наверное, туда вход пойдут точки. Я так думаю. Нет, надо кисточку мою взять. Кисточка. Моя кисточка на все случаи жизни хочу кисточкой. Можно, конечно, дотсом, но они могут получиться... крупненькие. А я крупненький не хочу, потому что здесь линии очень тоненькие. Пусть будет так. Так. Зелоненький достаем. И ставим последнюю наклейку. Я так чувствую, у меня вот эти вот наклейки с Алиэкспресс, которые лежали уже несколько дней, лет без дела. Очень хорошо, наверное, сейчас разойдутся, когда я выкрашу. Делаю выкраски гель-лаков с дизайнами. Вот они сейчас у меня, наверное, все и разойдутся. Так. Все. Последняя паутинка. Ну, нормально же? Нормально. Пойдет. Все, паутинку убираю. Почистить надо ее. Что-то она мне тут вся уже вылилась. Не люблю. Такие баночки-паутинки. В общем, я ее открыла просто полностью. Надо было ее полностью не открывать, и тогда бы уже баночки бы не пачкались. То есть это для точечка для наших. Я подготовила. Ну, и сейчас еще сделаем точечки. Ну, в общем, все можно пока доставать, кроме зеленого. Смотрите, вот честно, паутинка прям добавила, прям завершила дизайн. И вот где-то, где вам что-то не нравится, мы можем добавить точки и подправить, если где-то что-то, какая-то нестыковка не очень хорошая. Вообще, точечками можно исправить все и в технике вензеля, и в технике китайской росписи. Можно все исправить и подправить. Так, этот у нас уже все. Давайте его еще просушим. И у нас остался вот этот вот дизайн. Все-таки мне вот этот вот десятый, мне прям он очень нравится, девочки. Такой. Ну, на окошке он прям золотым смотрится. А, я же еще вот что хочу. Ладно, пока он с вами просыхает, я хотела показать 12 и 13, прям вот на белом посмотреть разницу. но я-то ее, наверное, увижу, а вы-то, наверное, ее не увидите, потому что камера телефона немножко дает не тот оттенок. Может давать. Так, одна кисть, и сейчас промою. второй. О, да, прям видно разницу. Видите? Видно разницу. Так вот этот у нас, да, 13-й. Вот 13-й намного богаче смотрится, чем 12-й. Вот этот 13-й, выше которой. Вот здесь реально сейчас вот видно. Ну, кубиваем. Ну, зеленый, ладно, фиксируем. Зеленый будет без точек. Я уже все убрала. Ну и все, в принципе, нам осталось перекрыть топом. Это была витражная коллекция от Миринейлз. Перекрывать я буду, соответственно, глянцем. И перекрою глянцем. И все. И у нас с вами еще одна выкраска готова. Вот сделайте так вот. Вот если у вас есть витражики, вот сделайте вот такую выкраску. Вот, ну, не поленитесь. Можете выходить в прямой эфир и со своими подписчиками делать. И зато, когда приходит ваш клиент, вы поймите, почему у меня всегда рисовали клиенты. Ну, да, я сейчас с клиентами не работаю. Я просто физически не могу. Ну, и по семейным причинам. Ну, и, в принципе, если я сяду за клиентов, то... то многое красота может закончить. Ну, ладно, это не по этому. И по семейным причинам не могу брать клиентов. Когда я работала с клиентами, у меня рисовали все. И ко мне шли именно на роспись. Почему? Потому что у меня эта роспись, она была везде. Она была на песочных часиках. Она была на лампе. Она была на... То есть выкраски вот таких вот гель-лаков я давно делала. То есть я всегда такое делала. То на этих, на палочках, иногда без палочков, просто на палетках. То есть я что-то... Обычный гель-лак выкрашивала и что-то раньше рисовала. А сейчас много наклеек, слайдеров, стемпинга. Сейчас еще больше возможностей, да. И то есть когда клиент заходил, да, то есть он не брал просто... Сейчас. К примеру, да, допустим. Вот это вот у меня база, да. Но база у меня без дизайна. Ну, потому что я их начала раньше, чем решила заново все выкрашивать. То есть он подставляет базы, да. А у меня были с росписью. А это он подставляет уже этот цвет базы и примерный дизайн, который может быть... Может быть, да. И он может вот сразу... Если он хочет что-то с витражеком, вот и цвет, и дизайн он тут сразу... Даже просто листаясь. Слушай, давай вот этот вот сделаем очень красиво, да. Или, допустим, витражи в стемпинге. Ну, тоже. Тоже сразу видеть. Или, к примеру, вот в китайке. Вот у меня все гель-краски китайской росписи. Мы с вами еще доделаем эту палитру. Мы еще не доделали. То есть тоже это вот гель-краски какие цвета, да. И сразу на них дизайн. Вот. А также я получила такую, как бы вот, недовую... Ну, они не недовую. Там есть темненькие, есть светленькие. Тоже гель-лаки от Мири Нейлс. В такой вот грязновато-розовом оттенке. У меня таких цветов вообще давно не было. Решила обновить. И вот у меня выкраска вот такая. Видите? То есть это будет со слайдером. Я тоже в такой эфир выйду. То есть там будут всякие слайдеры различные. Цветы, не цветы. Вот я вижу, что у меня есть этот цвет. 511 и, соответственно, с дизайном. Ну, смотрите, ну, конечно, на это нужно время. Но зато у вас будут рисовать все клиенты. Если вы хотите рисовать, то они у вас 100% будут, потому что эта роспись будет вести. Так, ну, мы с вами сделали всю коллекцию от Мири Нейлс. Витражек. Сейчас покажу. 9, 10, 11, 12, 13. Девочки, кто досмотрел до конца, я подпишу еще в посте. На официальном сайте Мири Нейлс с промокодом КСАНА под прямым эфиром будет написано. О, КСАНА, только без буковки О. 10% скидка на всю продукцию на постоянной основе. То есть в любое время можете заказывать все, что угодно. И у вас будет дополнительная скидка 10%. Вот такая вот коллекция. Еще пока какие-то, ну, цвета, по-моему, я не помню, по-моему, все есть. Но какие-то цвета просто будут сниматься с продажи. Так что успеете, кто, если любит всю коллекцию, да, кому нравится, можете приобрести всю коллекцию. Вот такая вот у нас с вами красота. Следующий эфир по Мири Нейлс. Мы будем выкраску делать геймлаков с дизайнами, с различными слайдерами. Вот. Это будет через эфир. А на следующем эфире мы с вами встретимся с торговой маркой ИМЕЙ, пластины и лайки для стемпинга. Вот. Так что всем спасибо, кто был со мной в эфире. Не предупреждала. Было мало, но я сейчас сохраню. Кто желает, может посмотреть в повторе. Всем спасибо. Давайте прощаться. Всем приятного отдыха. А мы увидимся через пару дней с вами. Всем пока-пока. ... ... ...